Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. В Ульяновской области прошел очередной этап ралли-рейда холмы России. 60 тысяч доз синтетических наркотиков в Ульяновске завершено расследование крупного уголовного дела. Крупнейшие сельхозпредприятия региона отмечают юбилей. Над тремя ульяновскими школами проводят эксперимент «Или зачем нам школа Российской Академии наук?». Областной Сабантуй прошел в субботу на территории парка Победы и городского ипподрома. В программе праздника были представлены 20 национальных подворий Ульяновской области. Подробности у Павла Полового. Сабантуй Ульяновской области посетил председатель Совета муниципальных образований Республики Татарстан Экзам Губайдулин, который остался доволен праздником. Сергей Морозов, в свою очередь, поприветствовал собравшихся. Уважаемые жители Ульяновска, гости нашего замечательного города и региона, позвольте мне от моих коллег из органов государственной и муниципальной власти поздравить вас с долгожданным, веселым и, несомненно, всеми любимым праздником Сабантуй. Долгожданным праздник оказался не только для татар. На областном Сабантуй губернатор передал в 10 сельских районов новые специализированные машины УАЗ-Профи для мобильных бригад, которые будут доставлять пожилых людей старше 65 лет в медицинские учреждения. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Демография». На этом подарки от губернатора не закончились. Две семьи, где воспитываются дети-инвалиды, получили денежные сертификаты на лечение и приобретение реабилитационного велосипеда. А будущие школьники в рамках акции «Помоги собраться в школу» получили наборы первоклассника. Очень приятно, что в последние годы это стало хорошей традицией, которая с собой, с особой теплотой воспринимается всеми участниками этого праздника. В каждом уголке России и далеко за ее пределами живут наши соотечественники. И они являются носителями татарской культуры, ценностей, языка и своеобразным проводником исторических связей. В концертной программе приняли участие творческие коллективы из Ульяновской области и Республики Татарстан. В выставке продажи сувенирной продукции, изделий народных художественных промыслов и национальных блюд посмотреть было на что. Также работали площадки татарской борьбы «Куреш», национальных игр «Играй гармонь» и многие другие. Праздник объединил музыку, спорт, национальную самобытность и дружбу народов. Год народного единства в Ульяновской области продолжается. Сегодняшнее утро для парламентариев из Димитровграда началось с обсуждения красочной надписи перед окнами здания администрации. Многодетные семьи второго по величине города Ульяновской области решили привлечь внимание местных депутатов, необычной акции протеста. На асфальте вывели слова «Дума, одумайся», сообщают местные издания. Таким образом, димитровградцы решили привлечь внимание к проблеме выделения им земельных участков. Как сообщает первоисточник информации, во время последней корректировки бюджетных средств депутаты Гордумы решили не выделять денег на межевание участков, которые до конца текущего года должны получить многодетные семьи. Российская Академия наук взяла под крыло 20-й лицей и две ведущих гимназии. Чего хотят добиться ученые умы и как к этой идее относится местная власть? Подробности в нашем материале. Направить в ульяновские школы лучших ученых страны и построить там лаборатории. Российская Академия наук приступила к реализации проекта «Базовые школы РАН». В числе избранных учреждений оказалась первая лингвистическая гимназия, а также 20-й лицей. В стенах последнего состоялось совещание при губернаторе Ульяновской области. Глава региона рад надвигающимся переменам в сфере образования. Для нас, для региона, который зовется родиной талантом, реализация таких проектов является не просто имиджем проекта, не просто параметры проекта. Хотя само по себе это ухудшение, несомненно, огромное заслуга, но это прежде всего является в настоящее будущее. Проект только начинает с существования, разрабатываются методики и готовятся кадры. Председатель Российской Академии наук Олег Асмус рассказал, откуда пришла идея образования будущего. Оказалось, что подобные практики существовали в Советском Союзе. Где-то более полугода назад на встрече с президентом Российской Федерации руководитель Российской Академии наук Сергеев доказал президенту необходимость проведения в стране, в Российской Федерации, такого глобального эксперимента из советского прошлого, значит, восстановления так называемых базовых школ Российской Академии наук. Просветительский проект «Базовая школа Иран» имеет статус всероссийского. На базе 100 лучших школ страны скоро откроются научные центры. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Новости Улправда ТВ. Крупнейшее сельхозпредприятие Ульяновской области, СПК имени Крупская, отмечает свое 90-летие. Бывший совхоз был образован в Меликесском районе в 1929 году и является одним из старейших предприятий агропромышленного комплекса региона. На прошедших выходных для работников и их семей в поселке Новоселки были организованы праздничные гуляния. Гостей развлекали творческие коллективы и барабанщики. Поздравить прославленные предприятия прибыл губернатор Сергей Морозов. Лучшим работникам он вручил благодарственные письма и подарки. Мы в два раза увеличили объемы финансовых средств, порядка почти под 400 миллионов рублей в этом году будет направлено на ремонт дорог в муниципальном образовании Меликесский район. И, конечно, львиная часть денег будет направлена в том числе и на Новоселки. Здесь же, на сцене между руководством СПК, Минсельхозом и районной администрацией, было подписано соглашение, направленное на социально-экономическое развитие поселка Новоселки в целом и предприятия в частности. Именно поэтапное развитие поселка Новоселки, где мы будем, соответственно, за буквально три года, это 2019, 2020, 2021 год, проведем определенный комплекс работ. Это по ремонту дорог, это, соответственно, по ремонту детского сада, это, соответственно, ремонт школы, это строительство хоккейного корта для молодежи. Кроме этого, будет отремонтирован местный дом культуры, благоустроенная дворовая территория. Начнется и реконструкция самого предприятия. Заложены пять складов общей емкостью 50 тысяч тонн, сушильный комплекс мощностью 50 тонн в час, идет модернизация зерноочистительного оборудования, закупается новая зерноуборочная техника. Губернатор осмотрел производственные площадки, ознакомился с обновленным машино-тракторным парком и даже посидел за рулем одного из новеньких комбайнов. В планах предприятия строительство животноводческого комплекса на 2000 дойных коров. Пока же в кооперативе продолжается ремонт свинокомплекса и реконструкция имеющихся площадей. В Ульяновске окончено расследование уголовного дела по обвинению 14 участников организованного преступного сообщества в незаконном обороте наркотиков. В период с июня 2016 года по июнь 2018 года обвиняемые продавали синтетические наркотики на территории Приволжского федерального округа через интернет-магазин. Забывали вещества путем осуществления так называемых закладок в подъездах и дворах жилых домов. Из незаконного оборота полицейские изъяли порядка 60 тысяч доз наркотиков на общую сумму более 30 миллионов рублей. Кроме того, следователями установлена причастность двоих участников к легализации денежных средств, полученных от реализации наркотиков, на общую сумму более 5 миллионов рублей. 11 задержанным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Троим подписка о невыезде. Один из участников сообщества объявлен в розыск, сообщает пресс-служба ОМВД России по Ульяновской области. Автомобильные гонки в регионе проводятся давно. Одним из наиболее статусных считается ралли-рейд «Холмы России». Зародившийся более 10 лет назад, сейчас он представляет интерес не только для местных гонщиков, но и именитых команд. О том, как проходил очередной этап, расскажет Виктория Черкова. В Кузоватовском районе стартовал второй этап ралли-рейда «Холмы России». По заверениям организаторов, в нем приняло участие рекордное количество экипажей. На УАЗах, джипах, баги и мотоциклах 67 команд вышли на полосу препятствий. Сначала традиционная регистрация участников и техосмотр. Затем гонщики отправились на старт в Кивать. Организаторы приготовили сложную трассу с десятками ухабов, бродов и крутых поворотов. Главный судья Александр Охотников всех секретов не раскрыл, но пообещал, что скучно не будет. Очень много бродов. Броды все разные, с изюминками. Второе, значит, это опять-таки смена покрытий. То есть есть пески, затяжные длинные пески, в которых тяжело мотор. Потом есть прямяки по 3 километра, где можно дать волю скорости. Напомним, в ралли-рейде спортсмены не имеют возможности заранее проехать маршруты и ознакомиться с рельефом. Поэтому на соревнованиях остается надеяться на скорость реакции пилота и ясную голову штурмана. Виталий Проненко участвует в «Холмах России» седьмой раз, традиционно на родном патриоте. Пилот заводской команды «УАЗа» рассказал подробнее о любимой машине. Наш автомобиль полностью серийный, так как мы участвуем в национальном классе. Изменено только каркас безопасности, сиденья, ремни безопасности, ну и спортивные амортизаторы, в принципе, все. Погонять по симбирским землям приехали спортсмены со всей страны. География участников от Крыма до Мурманска. Также прибыли и столичные гости. Не обошлось и без медийных личностей. Кузоватовский район посетил Вячеслав Суботин, известный журналист и капитан гоночной команды. В этот раз он выступал в роли штурмана. Вячеслав рассказал нашей съемочной группе, зачем пилоту нужны мозги. А штурманы – это мозги, да, он направляет автомобили. Потому что пилот может выиграть на каждом повороте одну десятую секунды, две десятых секунды. А штурман может выиграть часы. Механик Иван Седов привез на соревнования новые автомобили. Их недавно выпустили с конвейера, поэтому участвовать в «Холмах России» вдвойне интереснее. Можно испытать новую модель в деле и выпустить пар. Сюда приезжают новички, потестить, машины отработать. Мы не ждем никаких больших результатов. Для нас важно покатать перед большими соревнованиями наши автомобили. Самая главная задача в этом году у нас сейчас – это «Шелковый путь». 75 километров экстремальной трассы пройдено. За ними последовало еще 280. Два дня захватывающих испытаний окончены. Настало время огласить имена победителей. Первыми пришли ульяновцы Дмитрий и Сергей Переверьевы. Вовремя финишировали москвичи Андрей Сушенцов и Александр Щанов. В классе национальной победили земляки Виталий Проненко и Дмитрий Агафонов из команды «УАЗ». Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды. ТВ. В выходные в Ульяновске прошли торжества, посвященные 207-й годовщине с дня рождения Ивана Александровича Гончарова. Напомним, Гончаровский праздник проводится в Ульяновске с 79-го года и стал одним из ярких событий в культурной жизни нашего края. Инициатором и организатором праздника является Исторический мемориальный центр музея Гончарова. В этом году в рамках праздника прошел первый Всероссийский фестиваль литературных жанров «Волжская пристань». Подробности у Ирины Антоновой. Праздничные мероприятия 41-го Всероссийского гончаровского праздника начались с возложения цветов к памятникам Ивана Александровича Гончарова. Также по традиции в разных точках города прошли акции «Читаем Гончарова вместе». А на бульваре «Новый венец» в рамках 15-го Обломовского фестиваля развернулся фестиваль литературных героев – произведений великого русского писателя. Здесь работало более 50 интерактивных площадок, на которых проводились мастер-классы и творческие лаборатории как для детей, так и для взрослых. Впервые в рамках гончаровского праздника прошел Всероссийский фестиваль литературных журналов «Волжская пристань». В его работе приняли участие более 40 литераторов из 21 региона Российской Федерации. К сожалению, мы вот за последние 20-30 лет утратили это чувство единого национального литературного поля. Теперь мы начинаем его вновь обретать. Это очень важно, поэтому съезжаемся, смотрим друг другу в глаза, высказываем друг другу сочувствие, понимание и претензии, начинаем общаться, разговаривать. Что может быть лучше этого, особенно на Гончаровской земле. Среди участников был и главный редактор старейшего литературного журнала в стране «Молодая гвардия». Через три года этому изданию исполнится 100 лет. Однако, по словам редактора, журнал переживает не самые лучшие времена. Его тираж с 800 тысяч в советские годы упал до тысячи экземпляров. Но, как считает Валерий Хатюшин, пути выхода из этой ситуации есть. Прежде всего, нужно помочь библиотекам, чтобы библиотеки могли выписывать русские, а, по моему мнению, в первую очередь, русские патриотические литературные журналы, которые относятся к Союзу писателей России. Таких много журналов. В библиотеках нет средств. Почти не выделяют средства на подписку на журналы. Также на мероприятие приехал заместитель главного редактора другого известного российского журнала «Наш Современник». Литературное пространство за последние годы оказалось сплошь и рядом разорванным и расколотым. И вот это личное общение с обменом информации, с непосредственным узнаванием того, как идут дела у соседей, какие авторы к ним приходят, что у них печатается. Эти встречи, они чрезвычайно необходимы. И особенно, как я хочу подчеркнуть, они необходимы для молодых писателей. Одним из значимых событий фестиваля стало большое литературное собрание – литературный журнал в современной России с участием губернатора Ульяновской области. Ради друзья, мы твердо знаем, что уважение к родному языку, к родному слову – это уважение к самим землям, к своему народу, к нашей своей общей истории. И что именно с приобщением к книге начинается интеллектуальное, духовное, человеческое развитие и становление. Мы крепко сохраним эти идеи и прививаем их подрастающим поколениям. В рамках собрания состоялось вручение премии «Обломовское яблоко» по итогам конкурса среди молодых работников государственных и муниципальных учреждений культуры Ульяновской области. Гран-при на этот раз досталось Александре Филипповой, артистке-кукловоду Ульяновского театра «Кокол» имени Валентины Михайловны Леонтьевой. Праздник продолжился на площадке перед Краевическим музеем. Здесь прошел большой праздничный концерт с участием Ульяновского государственного академического симфонического оркестра «Губернаторский» под управлением главного дирижера и художественного руководителя Ильи Дербилова. В этом году с оркестром выступил известный московский тенор, солист Большого театра России Максим Пастор. Он исполнил знаменитые арии из опер «Глинки», «Римского Корсакова», «Чайковского», «Деницетти» и любимые неаполитанские песни. Ирина Антонова, новости Уллправда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, завтра в регионе будет теплая погода. В Ульяновске температура воздуха поднимется до 24 градусов по Цельсию. Ожидается облачность с прояснениями. Ветер западный 2 метра в секунду. Магнитное поле неустойчивое, ультрафиолетовый индекс высокий. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале улправда.ру по будням 18.50. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин